привет зритель сейчас будет обзор множественных заказов сазон на самом деле у меня было три заказа при этом почему-то 5 коробочек один пакетик при этом и 4 коробочки и один заказ я уже полноценно не смогу обозреть потому что большая часть его на балконе если вы все еще не подписаны на мой инстаграм и вас все еще нет регистрации но есть мобильный телефон смартфон я потому что не знаю с компом можно там ли к царине то айда в инстаграм и увидите там фоточку этой штуковины в двух вариациях то без полочки такой сейчас я ноженками разрежу один пакетик потому что тут с одной стороны моя фамилия то пофиг но там мой на телефон есть и вот когда этот пакетик разрежу тогда я покажу что там мне тупо надо было в двух местах сейчас на озоне если платишь онлайн то доставка на базу выдачи либо пункт выдачи рекурьеров но у нас курьеров не знаю есть или нет короче на базу выдачи бесплатная но минимальный заказ снова стал определенной суммой до этого не было долгое время минимального заказа короче 499 рублей минимальный заказ его чтобы на эту сумму мне добить не надо было чего-то такое бить но я как-то ваша не покупала эту штуку за пять рублей думала что пять рублей то всего лишь одна такая квадратенько оказалось что пять рублей этого целая такая полоска здесь она стоит 13 рублей на баллов на зоне у меня нифига нет но ребята не надо мне предлагать делать фейховые аккаунты чтобы я использовала ваш код и получила себе выгоду потому что мне хватает вполне одного аккаунта почему я об этом говорю был как-то человек в комментариях короче кто не в курсе у меня я не помню говорила в роликах или нет у меня одно время наверно говорила жили комары я даже гуглила в октябре комары а показалось у нас половине цветочного было комаров и вот у меня осталась одна фиговина с жидкостью и с вариацией положить пластиночку такую пластины от комаров десять штук кин кила 13 рублей там в камен так писалось что хоть они дешевые но вполне не типа такие хорошие на 8 9 часов сейчас у меня действует одна пластиночка у меня короче говоря сейчас уже благо нет комаров хотя тут выпадал как-то снег снова ставил уже дня два или три как ставил два дня был снег потом он конкретно ставил даже фотку кидала в этот с таким тонким типа подколом там не все поняли так поняла ну что уже зиму так как бы никто уже не ждет ну как бы зима уже официально пришла на зиму учетник ее нету снега но вот она решила прийти на полтора дня и снова у нас типа осень такая холодно плюсы от зимы когда снег зимой то вечером как бы можно погулять все видно благодаря снегу отсутствие снега уже как бы бой в крыму все в дыму ничего не видно особенно если фонари у нас религия за пределами в некоторых местах они как бы есть но такое ощущение что они чисто вот для галочки ну и в общем у меня там летал такой изомшелый комар но он даже вроде как меня кусать пытался но по моему он умер сам по себе но теперь у меня есть пластыночки я их не буду открывать обычные такие пластиночки по моему если ее откроешь она уже как-то ну не кошерная вот в общем пластиночки 13 рублей вообще первый заказ у меня был голубая штучка в двух вариациях этажерка пластиковая я планировала что нибудь в то место где на балконе было все ровно но в одном месте ну если у вас стены кривые во всем доме то это во всем доме и балкон тоже будет кривой я ругалась на это в инстаграме опять же в общем ровно ровно чуть выпирает опять ровно и в итоге вот где сверху снизу и посередине 31 сантиметр эти 29 вполне могли войти то в одном месте было где-то 28 ну совсем не не въезжала я там шкаф переставляла короче в итоге у меня из-за того что пришлось ее поставить не туда куда планировала две полочки остается лишних ну как бы она бы все равно осталась я думала не и положить тапочки там этот кошачий наполнитель тестово так пока пусть бы стояла в итоге у меня такая вот как изначально планировала я ее потом приподниму сейчас пока на ней тут что стоит в общем вот по моему это был второй заказ и третий заказ я вообще там делала три штуки которые одной вещи которую до этого покупала в общем одна вещь которая в четыре экземпляра четырем моим родственным в общем близким людям подруге и двум сестрам и теть моей на новый год подарок я решила что если два человека про эту штуку не знают то может быть и еще другие два не знают и решила что вот надо наверное и и на такая хорошая полезная по крайней мере в тему будет не обозреваю но это тефлоновый лиц для выпечки короче вот я знаю что я надеюсь точнее что эти родственники меня все таки не смотрят хотя один человек все таки в курсе что там будет всем четверым и надо было добить вот то точнее в одном месте надо было добить а в другом месте я что-то так подумала что вот ну мне надо ластик у меня где-то есть из фикс прайса но две штуки там по 25 что ли или две за 25 или две за 50 хрен их знает короче как какой-то он ну ну не то не все этот ластик вот то ли он от старости полмесяца полежал перестал быть ластиком то ли он изначально такой было то проблема была у меня с ластиком а хороший ластик не пережил что-то переезда куда-то уфинтюлил мне вообще какие-то мелкие вещи куда-то уфинтюлили вместе с сапогами в прошлом году но не было мы грустно в общем вот такая штука 15 рублей и вот в один заказ мне надо было такую штуку в другой заказ я просто ластик закинула потому что надо было ластик еще я страдала у меня не было зеркальца карман карманного для сумочки у меня было зеркальце старенько которое на какой-то распродаже купила но моей бабусе понравилось и долго было у бабуси и она еще была жива но в общем там зеркальце выпало а другое которое мне дарила наташа из города кимры она у меня вот как-то ну в общем умерла сама она так жила долго и счастлива с 2016 года кажется у ленки снегиревой было похоже мне дарилась по-моему с расчетом что у нас ленка одинаковые зеркала у меня даже где-то фотка есть сохраненных контакте или хрен ее знает где может от встречи в реале так это ностальгия надо ее туда перекинуть у меня есть альбом в контакте я и мои друзья в скобочках 90 процентов типа те кто уже конкретно бывшие друзья надо будет наверное эти фотки перекинуть в этот альбом по-моему он под замочной чисто он ли френд короче в общем проблема у меня была зеркала нету фикс прайсе искала раза три специально ездила не только за зеркало вообще не нашла еще где-то делать вообще возможно это зеркало не нашла вот союз печати говорила мне одна моя подписчица но у нас они по моему эти ларьки закрылись начала года вот прикиньте 21 век как бы люди до сих пор еще покупают бумажные газеты какую-то мелочевку все что можно найти в ларьках но сначала закрывают ту не знаю что раньше закрыли ларьки эти союз печати или библиотеку старейшую городе в общем углич феерический город все для людей в общем у меня была проблема зеркала и тут я что-то подумала что он говорит наверное что он типа есть в магнит косметика до магнит косметик перейти отсюда как до луны до базы выдачи озон слегка поближе можно даже подождать и слегка поближе припереть короче я купила себе зеркало что-то там как раз попала на эти скидки какой там был этот черная пятница что ли этажерку то я тоже в черную пятницу покупала но что-то я как-то не заметила там особых каких-то супер скидок 80 рублей зеркало так она по моему 120 ну а зон такой специфический там может сегодня стоить по одной цене завтра по другой цене участие только еще открыла смотрю на себя какая няшечка вот где-то внизу по моему увеличивает все сверху она такое же как и есть это может что-то увидите ну-ка камера увидит камера увидишь саму себя или нет на монтаже то я точно увижу в общем по моему она увидит камеру может еще чё-нибудь увидит но там принципе это занавеска мониторчик тут ядро линукса в очередной раз обновилась из-за чего флешки на винде у товарищей видятся а на фигне которой эти флешки должны читать не видятся но это не проблема линукса ты не знаю чья проблема и тут кстати тоже зеркальная поверхность я тут так отражаюсь интересно для особо ранимых на одно место я специально сегодня не мыла волосы потому что я проснулась вроде как бы так они такие чистенькие нормальненькие вчера еще такие мягонькие были но я тут все еще такая полу как моя подруга одна сказала которая в гости собиралась я описала сегодня свои ощущения она сказала наверно у тебя все еще вирус не придут в общем простуженная тут слегка а тут какая-то фигня типа круглая я только сейчас поняла думаю что она как-то съехавшая не знаю наверно это пленочку можно снять потому что ну чего она в общем тут была пленочка она все равно не совсем ровно лежала конечно можно ее обратно присобачиваю я сейчас обратно присобачиваю когда смонтирую на смордуке ролик выложенный на канал на youtube если вы в каментах мне напишите ну типа это пленочку надо снимать или наоборот пленочка нужна сам для какой-нибудь защиты в общем я ее оставлю для до каментов если каментов не будет сама решу что с ним делать в общем такое довольно таки красивое зеркало в разделе женских зеркал в описании было написано подойдет для девушки девочки женщины я сразу вспомнила один интересный канал на самом деле это сарказм когда мне люди некоторые говорят разные по большей части определенные люди кое-кто выпустил ролик типа глянь вот смысл мне смотреть кое-кого я раньше то смотрела по умолчанию галочки радио сейчас то мне оно как бы не интересно короче напомнили мне эти слова одного человека мне вообще что-то сейчас всякие разные слова фразы места напоминают разных людей а некоторые люди ну как бы знаете вот ожидайте от человека чего-то хорошего да потому что вы к нему относится хорошо человек вам хорошо относится а потом выясняется что это все то же самое что у вас уже было с разными людьми и не надо говорить что подсознательно мы ищем чего-то если к вам допустим человек хорошо относится вау наконец-то человек вас нормально воспринимает на рамно как живого человека да то как бы я ожидаю что вот это все так и будет а не потому что что-то от вас надо внезапно компактное зеркало народный узор фирма milant декабрь 2016 года оно ждало когда же я его закажу дальше переходим я все-таки это сделала потому что вот это дело показываю да тут все много чего показываю говорю а показываю уже конкретно так в камеру совсем потом в общем делала тут в разное время шоколад из какао бобов по разным вариациям еще какую-то фигню с бананом я так поняла что из банана вообще лучше все делать смузи или какое-нибудь мороженое и все никакую выпечку не надо делать из банана не был у меня какой-то рецепт супер проверенный супер какого-то конкретного такого сайта причем даже не купе да даже вот там до хрена его людей делали параша я думаю там фейховы какие-нибудь люди были короче овсяная мука из овса молдова и банан еще чего-то у меня эти печененки были как оладушки вообще как полный триндец помню я их в итоге они у меня умерли естественной смертью потом делала какую-то карамелька каким местом карамелька я еще когда рецепт читала в инстаграм не поняла но когда делала вообще не поняла там банан значит кокосовое масло причем в так столько кокосового масла накидано еще девочка в комментах сама себе писала что типа это я не не буду ссылку его потому что тупо не помню я обычно закладки закидываю рецепт потом его делаю а потом удаляю из закладок если он мне понравился я чисто записываю как делала и кидаю в этот в кукпет допустим или в ту же инсту короче ну обычно там что-нибудь меняй по себе тут ничего не меняла я просто офигела в итоге сто грамм кокосового масла рафинированного ну и там еще куча всего там бананчик один еще что-то еще что-то и вот девочка пишет что на самом деле этого масла надо столько чтобы оно держало форму думаю блин банан если его так пропустить как там написано он тоже будет держать форму в итоге у меня это масло мало того чтобы выступила белым слоем так оно ощущается вообще я вот сейчас его в этой своей опять же ссылка к инстаграму уже фоточка там висит с молочным луном от шэннон и шэннун наверное шэннун шэннун хрен знает я в китайском сейчас не сильная раньше его немножко знала так вот чисто чтобы понять чё за чай но не говорить но произносить может и не читать соответственно только определенные слова определенные иероглифы давно давно лет 7 назад и там кусочек свечки от этой фундюшки вот фундюшки у меня сейчас топится этот шоколад двух видов и тот который типа конфеты карамелька каким-то местом не знаю карамелька притянута вот с этими бананами и другая которая до этого там не одна штука оставалась первый мой шоколад из какао бобов там просто уже от старости видимо стал чувствоваться это какао масло вот какао масло добавлено один к одному с какао порошком и немножко там фиников и грецких орехов оно просто горький шоколад там совсем не чувствуется этот не как ну кокосовое масло я долго думала думаю что бы нет все равно у меня самой не получится пока что у меня нет таких приспособлений сделать наверное какао масло из какао бобов я заказала всем 390 рублей 200 грамм там можно было допустим я сначала думала 100 грамм взять а потом смотрю вот выгоднее вот такой пакетик брать потому что тогда стоило 100 грамм 204 что ли рубля или 206 а тут 390 и 200 грамм и что я тут чай-то взяла да кстати фирма продукты 22 века здоровое питание какао масло нерафинированное стопроцентный продукт натуральный веган заряжает энергией мне как раз ее в последнее время не хватает сейчас даже рома свечку ну эту палку сожгла думаю если я вдруг в 9 вечера буду бодренькая смонтирую ролик который уже с октября висит этой бетономешалки моей макаронницы ну что он уже оптимизировался за ночь устало столько потратить до хрена времени или же затаять ли что нибудь ну в смысле не что-нибудь а что-то конкретное а если все-таки меня будут вырубать ну значит буду как люди ложиться спать без гемо без глютена витамины а c е d 2 минералы магний калий антиоксиданты кстати люди кто-нибудь меня смотрит из тех у кого непереносимая глютена дайте знать в комментах а то я просто в инстаграм на одну даму натыкалась но он мне периодически подкидывает то что я лайкаю там или что-то ищу какие-нибудь рецепты была как дама она значит и с ее слов чисто нашла где-то в какой-то библиотеке книжку и стала постить из нее рецепты а потом поняла что эти рецепты сохраняют как она и при этом зарабатывает выдвигая их вперед да кто во что горят кто чем наполнен тот так и живет я к тому что как бы информации горы в интернете и если человек учится на что-то чтобы давать это просвещение в массы мне кажется этим надо делиться все таки без придите ко мне на вебинар в общем лёля дохрена правильно а лёля этого не понимает но суть такая что человек допустим сначала экспериментность я ставил по поводу диет без глютена а потом выясняется что еще какая-то ну я-то думала что непереносимость оказалось что вот у некоторых людей чисто псих такой пожрать всякие диеты без глютена потом еще кето диета потом еще какая-то диета а потом выясняется что у человека что-нибудь там болит на самом деле уже после этих диет я спрашиваю именно тех кто знаешь какие-то веганы меня смотрят нам по никам не помню кто-то в комментах что-то писал по поводу своего веганства или советов каких-то или типа того если кто-нибудь из вас тот непереносимый глютен а вообще глютен я первый раз увидела когда была в эстонии в 2014 году там просто на шоколаде на некоторых вещах ну продуктов было написано что вот для тех у кого непереносимость глютена и жирным таким шрифтом составив что тут типа глютен не надо это вам есть вот тут у нас какао-масло я зачем чай это налила вскрой меня если сможешь вот оно такое какао-масло практически как белый шоколад сейчас я ой обломилась я просто читала в камен так на зоне что кто-то вообще это с чаем пьют вместо конфет у меня тут есть и молочный зеленый улунчик вот чисто вот чистокровная заварка там чуть меньше чая чуть меньше ложечки которые чай накладываю я потом ее обозрю отдельным роликом там как раз пара человеков на тот момент написали что они как бы не против Диана цель манкается если фамилию не переврала мы с ней общались у нее Барби короче к ней уехали все время Барби еще человек возможно Катерина ну врать не буду тупо я не помню помню что Диана камен был ну в общем я обозрю потом эти два подночка просто я тут разбиралась и поняла что мне их надо обратно в полочку убрать как они в той квартире стояли по крайней мере один точно ну и обозрю потом три варианта чая оставшейся коллекции кроме двух чаев которые вот недавно покупала их в инстаграм потому что они как бы недавние это не та часть не остатки коллекции скажем так ну и то что я там микшировала и вот эти травы но я еще пока не придумала как я с травами поступлю может быть чисто скажу вот тут это вот у меня все есть а может там разделю как-нибудь подэтапно типа вот эти травы в сумме своей могут помочь вам от такой-то фигни сейчас вот у меня пижма заваривается в термосе она вполне себе желчегонная для очищения печени хорошо ну и так как бы полезная полезная вот тут у нас помада осталась на нем первый раз практически в прямом эфире пробую масло какао в чистом виде не верьте тем кто говорит что это типа такая вот прям шоколадка шоколадка все равно ощущается что это масло сюда пока положу я-то начиталась отзыва ждала что-то вообще что-то такое вау вау будет ну ничего у меня тут еще есть какао бобы обжаренные 50 рублей 50 грамм сейчас я их обозру буду делать на этом масло шоколад так тут у нас какао бобы целые обжаренные ванполе 50 грамм какао бобы обжаренные в составе БЖУ белки жиры углеводы я теперь знаю что это такое что-то наверное прочитала БЖУ многоточие ну в смысле двоеточие ну что за хрень БЖУ белки 12,9 жиры 53,2 углеводы 9,4 калорий 530 грамм 50 срок годности 12 месяцев сделано 30 сентября это кстати когда сделано нет 30 сентября два пакетика я как бы сама могу вот пожарить какао бобы но это по-моему какие-то другие какао бобы не те что у меня есть они видимо отдельными посылками что ли это изначально хотели послать еще в чем прикол вот а там на сайте еще было видно что там бывает по 200 грамм но в продаже были именно 50 грамм 50 грамм масса нет а заряжает энергией какао бобы я совсем забыла что вот я уже дня три так это про это вспомнила и думала на себе попробовать но как-то у меня все не доходят руки какао бобы же вместо кофе можно дерябать слопал пару штучек и зарядился энергией и као бобы цельные обжаренные вот кстати если бы я кокосового масла ложку взяла или сливочного было бы поганенько а тут ничего так оно тает и тает в торту но я не люблю этот белый шоколад а он в принципе в основе то есть кокосового масла состоит если нормальный белый шоколад поэтому белый шоколад то бишь какао масло я буду использовать все таки по назначению для шоколада какао бобики вот так смотришь на них и не отличишь ничем от неожаренных так ну тоже так конкретно вот такой аккуратненький ой ломается почти чистенький но они как бы не очищенные но обжаренные какао бобик сейчас его практически при вас вкусно фактически мугак хрустященько учитывая что у меня там еще масло оставалось во рту знаете ощущение будто хлеб с маслом сливочным хороший такой белый хлеб с хорошим таким сливочным коровьим маслом так это принято надо тут у меня перерабатываем мусор а тут другое второй пакетик открывать я его не буду но отсюда достала если не путаю может быть это сорт креола может а нет ну короче какой то там сорт с острова или не остров это код дивуар или как то так может криво хотя может тут написано так изготовлено в соответствии на сайте вообще заявлено что они где то там собрали где они растут там же ну привезли с собой и тут уже пожарили используется для приготовления шоколада в качестве украшения десертов выпечки добавки к йогуртам кашам мюсли варенья и других десертов какао бобы обжаренные изготовитель 3о зеленые линии адрес Красногогорск производства в Калужской области партия 05 больше ничего не ест ну интересная такая картинка чувак какой то несет такой плот с какао бобами а другой за ним гонится но так как у него нет какао бобов то он гонится совсем внизу ибо сил то нема дискриминация прям практически тут у нас так ластик кохиноор надурал чего то там ой я его кверх ногами держу тут слоник когда давно у меня был тоже ластик со слоником производство 1896 года с того момента их и производят в общем вот ластик у меня вот еще ночью разбиралась нашла какие то интересные рисунки я думала их уже нету а некоторые вообще не знала что они у меня еще есть точнее что вообще такие были какие то моменты когда я после школы в ПЭД поступала на начальные классы дизайн дизайна было два урока за все полгода начальных классов с октября месяц в школу бывших школьников без всякой подготовки так и что я еще себе купила у меня как бы заканчивается паста моя это акварель аква фреш или хрен я не знаю у меня есть конечно урбеч нет не урбеч как волптан короче у меня зубы весной чистила в этом году но его еще там дофига хватит и я еще собиралась зубную пасту из трав сделать и мне вроде как человек обещал зубную пасту задарить потому что я сказала хочу такую зубную пасту если это можно и внезапно можно но я себе заказала вот потому что как бы то-то закончится а что-то вот я проникла из той пасты она такая экономичная была но другой немножко флакончик в смысле тюбичек две тысячи восемьдесят дентал клиник про милт милт точнее я прочитала она по моему там ну короче для всех зубов и нормальных и не очень зубная паста мягкая защита для чувствительных зубов и десен вот мятный вкус профессиональная зубная паста с низкой степенью абразивности для нежного и бережного ухода за чувствительными зубами и деснами подходит для ежедневного применения знаете вот это я прочитала у меня ощущение что бывает паста которая не подходит для ежедневного применения применяйте только по назначению чистите зубы тщательно желательно после каждого приема еды но не реже двух раз в день или по рекомендации врача сразу вспомнила после каждого приема еды у меня есть приятель он говорил что все европейцы чистят зубы и после еды и перед куда-то пошел практически какая-то даже карикатура была что человек стоит вот зубной щеткой у зеркала все же не проводит там что-то тут содержит флорид натрия массовая доля флорида 0,1% в пересчете на маслянистую пасту массу фтора 125 грамм 3 года срок годности смотреть на тюбики импортер ориент республика корея изготовила я вообще ее уже доставала человеку показать я говорю вот тут купила себе пасту она на 5 граммов меньше чем та до этого была что-то она по-моему или 120 стоила или ну короче 100 с чем-то я уже не помню до какого она живет так до 2 мая 22 года ну я думаю она доживет ну по крайней мере может быть даже и закончится раньше не помрет неудзаюзанной вот а вообще другой флакончик сейчас узнаем как ее вскрыть я помню что ту надо было не покрутить а потянуть на себя и эту тоже потянуть на себя слушайте мяткой пахнет и там уже это там уже можно выдавливать ну я не знаю рискнуть здоровьем так это зелененькая была это такая белорозовенькая в общем вот белорозовенькая дальше не потащу может у меня еще акварелька осталась или аквафрешка о да вот до щелчка в чем-то непривычность потому что вот оно дергаешь а потом щелкаешь а тут открутил закрутил хотя в принципе откручивать дольше и вот однажды у меня она щелкнула и отскочила и кое-кто решил с ней поиграть а потом уже нашла эту крышечку уже наверное после того как эта паста побывала та паста в зубных пустых баночках зубных пустых баночках блин короче вот я даже вам ее посоветую хоть я вот эту еще не пробовала но предыдущую от этой же фирмы я пробовала она мне понравилась экономичная хорошая зубная паста совсем чуть-чуть вот там с ноготь буквально надо корейцы блин я вот не знаю это только у корейцев супер такие экономичные зубные пасты и пенки для умывания и прочее но прочее мне пока не попадалось или это у любой человек в смысле любая нация может такое соорудить чтоб такое супер экономичное было а еще у тайцев был вот этот шампунь органик тай беру пока в коробочку потом в каких-нибудь баночках будет типа моя уходовая каста следующий месяц может быть на январе оно будет так вот у меня тут сейчас эту пулочку покажу уберу только от этого все более-менее так чтобы закройся масло вот она моя полочка внизу стоит обычно вот у нее это тапочки лежат там такие вязаные одна знакомая мне вязала я туда такие стельки специально купила причем китайские стельки мне подружка сказала что этим стелькам такие стельки типа ну не им именно вообще 25 лет как уже выпускаются китайские стельки там переведено на такой конкретный русский даже над мозги отдыхают и в общем мы уголатывались когда у нее сидели и мы эти мои стельки читали там упаковочку какие-то дофига полезные стельки когда она бы сказала пользительные стельки стельки короче вот стельки эти я в тапочки вязаные положила на тот момент у меня что-то с тапочками совсем напряг был потом кошачий наполнитель древесный на нижнюю полочку рядом с ними положила там эти фигни для ухода за обувью там типа щеточка кремик и наверху у меня другие тапочки лежат можно сумочку допустим поставить вот такая фиговина ну и та которая в 4 уже полочки они вообще по 6 по-моему полочек изначально 500 с чем то что ли штука в общем у меня весь тот заказ на 1100 с чем то вышел вот оно сейчас стоит на балконе частично в ней лежит что-то конкретно частично так я там даже когда разбиралась поняла что у меня в тюках что там надо разобрать что я переложила из одного места в другое место положила в пакетик и туда засунула в надежде что когда-нибудь разберу но что-то я частично разобрала в общем всем спасибо за просмотр опять же напоминаю люди которые не переносят глютен если вы есть в подписчиках просто мимо шли и увидели дайте знать в комменты ничего такого конкретного не имею ввиду просто интересно ну как бы смотрят такие люди я просто некоторые рецепты без глютеновой диеты ем не потому что у меня там какая-то что-то тут мне это надо организм у меня просто интересны некоторые рецепты но без загонов таких что только их надо в смысле надо делать только такие рецепты только без глютена все просто бывает так что что-то под рукой есть что-то такое и хочется чего-то вкусного и ищешь в интернете бывает ли что-то такое из таких ингредиентов или чего-то подобного внезапно бывает и внезапно это даже вот какие-то диетические продукты и фига как делаешь в общем всем пока пока